Денис, приветствую тебя! Привет всем! Наш традиционный с тобой для четверга эфир, техника и фундамент тех, кто следят за нашим совместным контентом, прекрасно понимают, что мы с двух сторон и знаем. Рассматриваем возможности на рынке, техника и какой-то новостной фон, который выступает зачастую триггером для движения финансовых активов и может очень неплохо подстроиться именно под технические формации. Это опять же небольшой намек на то, что рынки нужно анализировать вкупе именно со всех сторон, не нужно с головой ходить только лишь в один способ интерпретации того, что происходит. Друзья, если вы научитесь совмещать все способы именно прогнозирование движения цены, сюда можно добавить еще и психологию, про которую я в последнее время также часто говорю, потому что по многим инструментам сейчас очень хорошо отрабатывается именно рыночное позиционирование, где большинство, где меньшинство, и по классике жанра рынок идет в сторону меньшинства. И я делал акцент именно на развитие подобного рода трендов и определенное поведение рынка. Вот в контексте движения золота и евро в последнее время. Поэтому те, кто следит за моим контентом, именно моими брифингами, которые я опубликую на нашем канале, знают о чем, в принципе, говорит. Денис, было бы неплохо, если есть у тебя в плане техники, сегодня посмотреть на перспективы евро и рынок нет, и затронуть, который сейчас активно валится, и вот, если говорить про бренд, уже пробил поддержку 80 долларов за баррель. Поэтому, если не возражаешь, остановимся давай на этих активах, ну, если будет что-то интересное, еще по-другим. Я думаю, что это только за все. Так, давай тогда к демонстрации экрана. Давай. Вот сразу меня просто открыт американский фондовый рынок. Я часто комментирую то, что с ним может произойти. Ну, в принципе, это четырехчасовой таймфрейм. Друзья, вы видите, что американская фонда – это, пожалуй, самый динамично растущий актив без каких-либо откатов, без каких-либо коррекций, без каких-либо шансов для продавцов. То есть, как правило, все в плане подобного развития восходящей динамики заканчивается очень плохо. Но я не сторонник, как бы, стратегии трейдинга, что нужно, как бы, с опаской относиться к тому, что активно растет, ожидая вот развития обратного тренда. Потому что его можно и не дождаться в ближайшее время, потому что фондовый рынок растет активно, причем уже больше года. В этом году американская фонда обновила максимум 65 раз. Друзья, я думаю, что это еще не предел. Поэтому, если вам нужна, на мой взгляд, предсказуемая сейчас сделка, которая, скорее всего, принесет свои результаты и плоды под конец года, учитывая, что ноябрь-декабрь – это довольно неплохие и успешные месяцы для фондовиков по историческим реалиям, если говорить. Поэтому можете присмотреться к S&P, тем более, что многие сейчас говорят о том, что есть очень хорошие шансы в районе 5 тысяч чемпионтов. Европейская валюта сейчас, на мой взгляд, смотрится довольно интересно вниз. Опять же, во-первых, потому что мы наблюдаем на протяжении всей недели, как евро сбрасывают все ниже и ниже, обновляются многомесячные минимумы. Вот это мощное снижение накладывается на комментарии Кристин Лагард, которая возглавляет Европейский Центральный Банк. То есть, если бы ЕЦБ не сделал конкретное заявление о том, что он не собирается повышать процентную ставку в качестве реакции на рост инфляции, то, возможно, евро бы и не столкнулся с такими проблемами. Но поскольку не было анонсирования готовности Европейского Центрального Банка повлиять на текущий инфляционный тренд, были созданы хорошие условия для того, чтобы прокатиться вниз. Сейчас еще тема, связанная с ковидом, это дополнительный риск Нидерланды, Австрия, Германия. Я сегодня также на своем брифинге рассказывал, что возможно, новые ограничения довольно жесткого характера, потому что даже несмотря и вопреки эффективным кампаниям по вакцинации, количество заболевших в этих регионах продолжает расти. Я допускал, что вот по мере наступления зимнего периода ситуация может ухудшиться, потому что, опять же, мы все прекрасно понимаем, что коронавирус активнее и успешнее распространяется в замкнутых помещениях, и сейчас из-за погодных условий люди вынуждены больше времени проводить именно вот таких помещений. Поэтому фон, связанный с ковидом, отсутствие ожиданий того, что ставка в Европейском Центральном Банке может быть повышена, неопределенность по доллару, все это сейчас бьет позициям евро. И в моменте смотрю на индекс треничных настроений Кайман, даже скажу сейчас по тыфу, друзья. 73% трейдеров считают, что евро достиг своего дна и будет расти. Это больше, чем нужно, чтобы определить толпу на рынке, большинство, и принять в соответствии с этим правильное решение, как действовать. Я думаю, что евро еще прольют как минимум до отметки 1.12, может быть, даже ниже. Поэтому, если кому интересно кратко-среднесрочная сделка, я думаю, что можно ориентироваться на сопротивление 1.13.50 и после теста этого уровня ставить на еще большее снижение, там со стопом примерно в 40.50 пунктов. Что касается рынка нефти, сейчас копировки 79.53. Мы с тобой традиционно по нефти рассматриваем связку Brent WTI. Ну, в целом, мы прекрасно понимаем, что корреляция между активами довольно высокая. Что мне кажется в отношении рынка нефти, я думаю, что ниже мы вряд ли уйдем, потому что именно фон, связанный с определением вот этой будущей тенденции, сейчас больше обычаи. Во-первых, я продолжаю обращать внимание всех тех, кто интересуется рынком нефти на все еще актуальную проблему с дефицитом предложения. Самая, пожалуй, громкая тема новостная последней торговой сессии – это именно комментарии МАГАТЭ о том, что были обнаружены доказательства, что Иран продолжает заниматься обогащением урана. То есть, в целом, это плохие новости перед сделкой и возвращением к переговорам по ядерному соглашению, которое, по-моему, планировалось 29 ноября. То есть, поскольку Тегеран продолжает нарушать прежние обязательства, я думаю, что европейских союзов США уже меньше, менее будут охотны прийти к какому-то общему компромиссу и знаменателю, что могло бы, по идее, поспособствовать снятию санкций с Ирана и помочь иранским производителям вернуться на глобальный рынок нефти. Поскольку вероятность сделки сейчас существенно снизилась, я думаю, что продавцам не на что ставить больше, а у покупателей, напротив, появилась возможность воспользоваться этим фоном и еще сильнее упрощить свои позиции. Поэтому по нефти я рекомендую дождаться закрепления выше 80, 80, 50, покупать уже с целями 85 и выше. Ну а скоп-класс можно будет тогда забросить на текущий минимум, который был обозначен в районе 79 долларов за баррель. Денис, слово тебе. Да, подключаюсь. Так, отлично, сейчас видно меня. Значит, ну тут что тебе сказать. Я не совсем соглашусь с концепцией касательно евро. Я, пожалуй, в данном случае не побоюсь отнести себя к толпе, потому что евро я купил всего один раз, это было на уровне 12.90. Можно было даже еще чуть-чуть ниже ставить, но там не факт было зацепить, не зацепить, неизвестно. Дело в том, что евро сейчас достаточно сильно перепродано, имеется в виду с точки зрения опционных контрактов. Вот месячный сейчас текущий опционный контракт у нас достаточно, сейчас скажу, насколько отодвинуто, порядка 150 пунктов, а премия уже сдвинута относительно своего уровня страйка. При этом цена пришла в очень хорошую область поддержки. Это реально очень сильный диапазон. Плюс ко всему у нас есть такой красивый нисходящий канарчик, очень хорошо видно, как он формировался, с множеством касаний верхней границы, также несколько касаний нижней границ было, и сейчас цена пришла бы просто идеально его проретестировать. Я больше склоняюсь к варианту, что будет чуть-чуть другой сценарий. То есть в рамках текущего движения мы получим коррекцию вверх. У нас есть такая очень красивая зонка продавцов, попутно будет она сформирована, 1.1435-1.1465, и от нее уже на продолжение снижения, скорее всего, с обновлением минимума. Там целей на самом деле несколько, пока что сильно далеко не буду загадывать, где-то в районе 1.1150-1.1170, примерно вот в этот диапазон, потому что больше уровней там нет. Они, все остальные, находятся гораздо ниже, там уже вплоть до 1.10. Поэтому здесь, я думаю, все-таки перед вот этим добоем у нас будет хоть такая более-менее значимая коррекция, тем более, кстати, по маржиналке она вот очень неплохая. Сейчас единственное, только уберу корректировку по объему, и будет хорошо видно, как выглядит. Вот, контрольно-маржинальная зонка прям четко попадает в область зоны продавцов. Единственное, есть попутно еще одна тоже сформированная, это одна-вторая маржиналка, которая также с зоной продавцов другой совпадает. Но здесь у меня есть сомнения, 50 на 50 сработает или нет. Это может сработать как внутренняя коррекция на ретест текущих минимумов и потом пойти уже на более глубокую коррекцию. То есть так в основном происходит реально большая часть коррекционных движений. Вот с тому же, кстати говоря, пример еще в октябре месяце тот же самый сценарий был сделан на ретест самой ближайшей зонки, затем тестирование нижней границы, уход на коррекцию, а потом продолжение снижения. Поэтому я думаю, здесь такими зигзагообразными движениями мы все-таки добьемся роста до вот этой вот коррекции в район 14,5 условно назовем серединку. И оттуда уже дальше будем ловить новые продажи. Поэтому сейчас вот с текущих немножко как-то опасненько, учитывая то, что все-таки локальную кульминацию мы сделали и к сильной поддержке, и плюс нижним границам месяца и недели мы пришли. Поэтому здесь я бы не сильно с ближайших уровней советовал бы смотреть продажи. Вот повыше прекрасно, повыше вообще никаких вопросов. Вот, кстати говоря, это очень неплохо коррелирует с индексом доллара, потому что по индексу бакса здесь очень классно пришли в область сопротивления. Вот как раз дневной график, видно, как построены уровни. То есть вот раз, вот второй. И достаточно сильный здесь диапазон вращения был. То есть неоднократная цена эта область уже тестировалась со всех сторон, естественно, с погрешностями. Поэтому следствием будет у нас также еще и коррекционное движение по индексу бакса. Естественно, без ретеста цена очень редко разворачивалась. Это вот видно, такую же комбинацию тоже было. Поэтому здесь, я думаю, мы увидим еще ретест максимум, но после коррекции. Что касается нефти, здесь, я считаю, просто идеально отработали, потому что я как раз для подписчиков своего закрытого канала, плюс на вебинаре в понедельник на открытом тоже дала рекомендацию. Вот этот диапазон, это очень сильная область сопротивления была по предыдущему фьючерсному контракту, 81, 25, 82, 65. И именно этот диапазон у нас на этой неделе при ретестов. Поэтому, когда вот в Амарке сделали здесь экспирацию, там, по-моему, 15 числа проэкспирировали, формально контракт был до 16, ну, смысл как бы тот же самый. Здесь двинули уже вниз, и причем весьма классно, то есть новые цены нового контракта. Как раз взяли самую ближайшую цель, это было в районе 77. Сейчас покажу откуда. Вот этот уровень, это вот 77. И вот следующий у нас уровень, как ближайшая целевая отметка. И также он совпадает еще здесь у нас полуторная маржинальная зона, здесь двойная. Поэтому есть по-нестовый вариант, что сделают добой, финальный добой вниз в район где-то 74, 74,5, а отсюда уже могут снова стартануть вверх. Почему именно отсюда? Потому что сюда попадает у нас также и нижняя месячная опционная граница. Вот видно, где у нас начинается страйк, где у нас сейчас находится текущая премия по данному страйку границы рынка. И плюс ко всему у нас недельки тоже сейчас уже находятся в зоне перепроданности. Поэтому с учетом волатильности нефти, как она движется, то чаще всего добиваются дальние границы и потом уже идут в разворотку. Плюс ко всему Штаты также призвали еще другие страны частично сбросить свои запасы нефти, точнее со своих резервных запасов, чтобы немного хотя бы удешевить энергоносители в мире. Поэтому я думаю, что к ним как минимум локально прислушиваются, и мы увидим действительно такое снижение в области 74, а затем тут я уже соглашусь, что мы будем действительно искать возможности для хороших среднесрочных покупок. Вот такой. Спасибо, Денис, за комментарии, за точку зрения. Друзья, две оценки вам даны. Денис, принимайте решение, как действовать. Ну, главное, контролируйте ритки, следите за загрузкой депозитов. Это крайне важно всегда, потому что, много раз я уже повторял, насколько бы вы не были уверены, что рынок поведет себя так или иначе, как правило, он поступает совершенно другим образом. По-своему. Да. Денис, тебе спасибо, что смог найти время. Классного закрытия недели и хороших выходных. Тогда до следующей встречи. И спасибо тебе и нашим подписчикам тоже отличной прибыли и крепких нервов. Спасибо. Пока. Пока.